Сейчас вот есть опасения, что передерутся между собой наконец, но, к сожалению, без тяжелых последствий депутаты Государственной Думы, которые все никак не могут решить, а каким же песнопением, какой же мелодией духоподъемной заменить гимн России на спортивных мероприятиях, на Олимпийских играх и на чемпионатах. Тогда мы знаем, что началось все с какой-то Катюши, теперь уже предлагается вставать и люди русские, идет война народная. И почему, Лиза, объясни мне, почему никому из них в голову не приходит самый простой, самый точный, очень красивая и безупречно подходящая к случаю мелодия? Ведь есть же похоронный марш Шопена. И его там явно на этих международных площадках не хватает, потому что Олимпийская сборная может под этот очень красивый марш медленно и важно всем составам шествовать, неся воображаемого покойника, то есть большой российский спорт. Конечно, в данной ситуации, я понимаю твой скепсис, вижу твою улыбку, конечно, Шопен может прозвучать излишне оптимистично, все верно. Но надо же... Слишком искренне. Конечно, надо оставлять какой-то лучик надежды. И я думаю, что вообще оцепеневший мир, он дрогнул бы от этой картины, от этого медленного страшного шествия под Шопена, да, и начал бы опять слать России, ну у них просто рефлекс, слать нам какую-то гуманитарку в ответ на наши беды, а наши трактора по всему периметру границы давили бы эту гуманитарку, которая бы присылалась. Но пока вот в Государственной Думе идут там какие-то возвышенные баталии по поводу того, чем надо заменять гимн, спортсмены тихо, без всяких затей и без всяких рыданий, не кончая с собой, спокойно заклеили всякие двуглавые эмблемы на своей груди какой-то бессмысленной аббревиатурой и пошли себе спокойненько прыгать и зарабатывать деньги, и никак при этом не рыдали по поводу оскорбленного Отечества.